Вернуться к началу На небе сияющий шар. Мы стоим на каменной площадке с перилами, а внизу трава. Мне так хорошо с тобой. Но кто ты? Мы знакомы? Постой! Куда делось голубое небо? Где яркий шар? Где ты? Мышь резко выбросила из сна в реальность. Сначала она ничего не поняла, но потом подняла голову и осмотрелась. Со временем пришло осознание, что это был всего лишь сон, который необратимо перетекал в кошмар. Девушка вытерла пот со лба и затылка, немного скинула с себя одеяло и улеглась обратно спать, перевернувшись на живот. Снова эти странные сны. Что за девочка в них появляется? Кажется, я ее ни разу не видела. И небо такое странное. Оно же не может быть голубым. Наверху только облака. Серые облака. Не слышала о таком. Под собственные мысли девушка не заметила, как снова провалилась в сон. Следующие несколько дней в поместье, как всегда, были рутинными. Как-то днем мышь протирала окно в кабинете хозяина, на которое десятью минутами ранее попали брызги и слизи, любовавшегося двором господина. Внезапно девушка заметила, как от горизонта медленно приближалась серая точка. Через несколько минут стало понятно, что это летел почтальон на своей драгоценной ступе. Господин, почта! Вероятно, именно его Бруфа и высматривал ранее. Как обычно, молчаливый черт постучался и влетел в комнату, не дожидаясь разрешения. Дождей давно не было, так что в этот раз он был без плаща. Все его тело покрывало густая черная шерсть, которая была растрепана попутным ветром. Почтальон подошел к Бруфу и передал ему несколько писем, одно из которых заметно выделялось размером и золотыми узорами. Его жаба и кинулся читать первым, прощаясь с доставщиком. Уходя, чертенок кинул взгляд на мышь, челка которой в полу работа растрепалась, и презрительно фыркнул в ее сторону, заметив шрам на лбу. Девушка немного растерялась, но поправив волосы, быстро вернулась к работе. За столько лет можно привыкнуть ко всему. Как быстро летит время! Вот, кажется, только недавно приезжал крысеныш. В этом году смехами будет туго. Бруфа разговаривала сам с собой, перебирая книги учета поместья. По письму и прочитаниям хозяина мышка поняла, о чем идет речь. Скоро приедет сборщик налогов. Это был ее шестой раз. Ежегодно владыка монстров посылал своих слуг во все поместья своих земель, чтобы те собрали дань. Это были мешки со шкурами, полудрагоценными камнями, различные отвары и кости. И один человек, которого выберет сборщик. В назначенный день все жители поместья проснулись раньше обычного. Все суетились и готовились к приезду нежеланного гостя. Бруфа приказал набить несколько мешков дьявольским мехом, хвостами полуночек, лазурной пылью и янтарем. Этими товарами поместье было известно на все округу. Еще на службе у владыки ему даровали эти богатые ресурсы медземли за успехи. Вызовав домового к себе, хозяин велел тому собрать лучших слуг, включая мышь и новенькую, про навыки которой еще не было известно, и запереть их в подвале. Это была самая дальняя потайная комната в доме. Она больше походила на вырытый в земле погреб с потолками на высоте 1 метра. Света там тоже почти не было, лишь одна свеча, вводнутая прямо в земляную стену. В это маленькое пространство набилось 9 человек, после чего домовой запер сверху деревянный люк и присыпал его землей. Слуги не растерялись и, усевшись поудобнее, начали копаться в земле. По крайней мере, никого из них сегодня не заберут в неизвестность, и их привычная жизнь не изменится. Лиса пристроилась рядом с мышкой и спросила, зачем все стали копаться в земле? Чтобы найти это. Внезапно мышь вытащила светящегося червяка. Фосфористирующие в темноте существа один за другим осветили ладони присутствующих. Теперь можно было разглядеть друг друга, так было спокойнее. Ого, какие полезные и противные одновременно! Слегка улыбнувшись, ответила лиса. Мышь улыбнулась в ответ. Конец четвертой главы. Спасибо за просмотр.